у меня в москве девушку с девушки залазит первыми просто есть женское тело есть мужское тело они отличаются друг от друга тем что женщине надо вас кезут ходить медленнее если женщина потихоньку к воде привыкает она потом легче еще пробуют при переносе чем мужчины то самое длительное движение тоже женщина если при привыкает она потом не легко неподвижное положение тела тоже пост то же самое женщина любой аскезу или медленно она входит но потом она может всю жизнь этим заниматься и нормально будет себя чувствует меня девчонки везде проб со мной залазил спокойные бриги тоже залезли или сначала они залезли потом я не успел просто за ними все узнаете я вам расскажу похоже на третьей лекции сегодня мы разбираем причины стресс я пытаюсь вам сначала энергии любви вам рассказал что фас ассоциации были что тебя заставило предать мелодию любви вот это как жажду средств прачек равнин измену забыть и любовь вот и так далее то есть мы сначала от стресс и я пытался уйти от любви я брал острую бритву и правил себя вот сначала мы про любовь да теперь энергия вечности чувство страха отчаяния вот обида тоже следующий тип стресса когда человека сильно обижен находится в отчаянии да ну то есть три источника стресс то есть стресс бьет по одному из трех вот этих состояний если психофизическое тело страдает она всегда при стрессе страдает что это значит счет сильно обижен человека может быть сильный страх отчаяние внутри гнев протест бессилие повышенная утовляемость начинаются болезни человеку чего не хватает энергии природы запомните в это время вот все что я перечислил значит нужно на природу это нормально вещь причем тут стресс женщина природа ума подвижный ум очень подвижный по природе женщин по природе подвижным мужчину прямой однонаправленный такой одну точку долбит как бы не отступает вот мужчин такое у женщины подвижный такой чувствительный ум это природа просто причем стресс всем хотите другой ум надо в мужском теле родиться будет другую пока в женском такой чувствительный подвижный активный цепки цепки хватает объекты держит все женский ум сильно привязывается к родственникам начинает их контролировать за женский ум испытывает счастье от близких людей не от себя не от своей жизни от жизни близких людей и близким людям от этого хорошо или плохо он не контролирует женщина контролирует каждый шаг мама мне звонит олег ты куда поехал я в анталию ладно счастливый она сейчас смотрит лекцию однозначно будет смотреть что я там говорю любовь так у женщины проявляется она любит живет жизнью близких женщин а мужчина испытывает счастье от достижение от побед того что ему надо куда-то себя отдавать что-то преодолевать побеждать тогда он чувствуется хорошо мужчина женщина отношений с близкими от счастья чувствует когда близким хорошо и тоже хорошо так привода ума как устроена ничего не сделаешь женщинам чувствительный беспокойной по природе мужчина упертый напряженный поэтому мужчины склонны к перенапряжению поэтому не вредной привычки что они пытаются снять напряжение а женщине надо тревогу убрать из сердца беспокойство рождает тревожность поэтому женщины постоянно беспокоиться ты вложит тревожиться и поэтому они кудахчут постоянно иду даешь стране угля и все курица замолкают сразу в казахстане после я люблю раздавать мандаринами кидаться приносить мандарины приносите цветы есть да будем раздавать и там там такая традиция в казахстане там конфетами кидаться хорошо благоприятно они любят конфеты ну кидают когда кидают считается благоприятный как они ломанулись за конфетами я кидают друг друга начали давить там лежать за конфетами и казах мужчина такой все женщины такие раз вот все до одной замерли на секунду ненадолго хватило мужской энергии так работает природой ничего не сделаешь и женская природа есть мужская вот когда закончится лекция и можно будет со мной чуть-чуть поговорить как вы будете думаете где будут стоять женщины где мужчины где будут женщины стоять они будут вокруг меня стоять плотным кольцом где мужчины сзади другому быть не может так работает ничего не сделать ладно движемся дальше и так когда не хватает сил слабость утомляемость раздражительность отчаяния обида нарушен сон нарушен аппетит прибило психически плохо воли нет концентрации внимания работоспособности чем лечимся природой запомнили три вида силы побеждают стресс длительное движение плюс свежий воздух ветер вторая сила это вода и неподвижное положение тела и третья сила это пост и солнце понятно когда у человека он не может на работу устроиться когда он не может найти себе близкого человека когда не может отношения строить с близкими людьми когда не может с с детьми совладать сотрудниками на работе с начальством то есть стресс находится не внутри меня не внутри меня находится а между мной и тобою я не могу поступить в институт не могу устроиться на работу не могу найти себе близкого человека то этот стресс лечится людьми запомнили социумом не можете найти близкого человека стань социально активной всех во всех заботиться забудь от себе всех люби и близкий человек появится естественно когда ты энергию вот эту вот блокирующий твои силы победишь с помощью служения другим заботы о людях запомнили и когда третий вариант стресса когда человек чувствует смысла жизни нет он теряет смысл жизни теряет жизненную нить теряет понимание весь мир пустой вот женщина сказал весь мир стал пустым это означает что помощь может прийти только от молитвы больше не природа тебе не люди никто не поможет когда разрушен смысл жизни человек должен погружаться в отношения со святостью с богом и так запомнили 33 я вам систематически даю чтобы три варианта вот эти вот запомнили потому что есть психофизическое тело есть социальная энергия социальная сила или или психическое тело есть духовное тело человек сейчас мы уже переходим поплотнее к строению человек ну человек врачи лечат физическое тело поэтому они используют таблетки то есть химию они влияют на процессы взаимодействия нервных импульсов гормоны влияют на клетки там на пищеварение там вот на эти все функции организм а выше этих функций стоит сила которая их запускает я у физиолога когда медицинский учился спросил от чего сердце работает взял и говорит от того что нервный импульс идет я говорю хорошо а нервный импульс откуда энергию берет он говорит ну как из движения анионов катионов там по нервным тканям а не откуда энергию берут ты чё будет вообще что чудо меня докопался а я хотел понять источник энергии откуда энергии то вот если меня спросят вот откуда компьютер питается из розетки а розетка откуда энергии берет из проводов а провода откуда энергии берут ты чё совсем что ли да нет я хочу понять откуда энергия провода берут энергию от падающей воды а падающая вода от чего берет энергию от гравитации а гравитация от чего энергии были а вот молодцы да вот то есть я источник искала умным на меня наехал до сих пор не могу забыть так обидно стал я же хотел познать истину я начал копать и оказалось что есть такая энергия называется про на или жизненная сила или энергии вечности это одно и то же эта энергия дает силу движение нервным импульсом про она и она движется по психическому телу есть три энергии которые меняют нашу жизнь энергия вечности дает движение всему организму крови и нервной системы клетки в клетках все движения происходят за счет энергии вечности правный дальше энергия знания преобразование дает энергии знаний преобразование дает в организме химические реакции все вот это энергия огня на где знания в огненную природу ими все преобразования процессы все усвоение веществ это энергии знаний энергии счастья дает синтез когда у человека еще энергии счастья не туда идет то у него слишком много синтеза счастья все меня надо же отдавать и только себе брать поэтому три энергии рулят всеми процессами у нас в организм поэтому физическое тело зависит от психического тела у нас есть психическое тело когда человек уходит из жизни отделяется психическое тело я могу это видеть и разок на мой день рождения мой друг один он раком болел весь уже как скелет обкянутой кожи пришел его навестить и в этот момент он ушел из жизни и он так раз открытыми глазами я увидел как его психическое тело сворачивается сначала в полностью вот в центр потом дальше отделяется от тела выходит потом разворачивается снаружи это все видит потом два раза пытался в тело назад вернуться ничего не получил он себя осознал снаружи и начал за него молиться в этот момент то есть психическое тело это ей я и есть то есть человек когда уходит из тела он себя по-другому чувствует или так же также он тот же самый тела нет а он тоже самое это как во сне допустим человек когда спит у него психическое тело частично отделяется может где-то путешествовать в своем психическом теле в прошлое летать будущее там везде психическое тело тут полностью отделяется уже да это уже без когда человек самоубийством жизнь заканчивает бог его наказывает тем что он не может в следующую жизнь пойти и он в этой жизни остается столько сколько должен жить еще здесь физическом теле и он слоняется портит всем жизнь его не видно ну то есть только когда человек между стом и бодрости им просыпается когда человек он может видеть человека психическом теле разу главного лекции читал и нас поселили в квартире который только что бабушкой шла ушла из жизни несколько дней назад начали сдавать так резко вот я за квартиру заезжаю чувствую то я говорю с хозяевом звони говоря здесь это никто того нет а игры до нас бабушка только недавно ушла из жизни я в эту же ночь а бабушку фотографию покажите бабушки показали фотографию я в эту же ночь слежу глаза приоткрываю во сне прямо и смотрю идет бабушка в тонком теле она еще никуда не делась там шляется по квартире вот я естественно это неприятно такой испугался такой начал хлопать она испугалась и короче это и спустим так и убежала в психическом теле можно через стены пробегать даже вот так вот с бабушкой встретился который только что ушла из жизни мнение это не так немножко несколько дней шляется потом начинается перестройка тела психического тела на следующую жизнь потому что на каждой планете своя структура психического тела и когда перестройка начинается то живое существо замирает вот так вот и начинается перетрансформация в это время она постепенно погружается без памятства и за счет любви родственников вот эти 40 дней за счет любви родственников памяти счет энергии памяти питает и поэтому надо не водку пить и плакать в это время а наоборот ра ну счастье желать любить молиться за человека и тогда энергия счастья будет питать психическое тело и человек будет формироваться психическое тело новое из энергии счастья не энергии страданий поэтому многих культурах радуются после смерти стараются не плакать не печалиться наоборот светлую память вспоминают добрые слова добрые дела вспоминать что говорят о его добрых поступков чтобы питать вот его и он когда формируется полностью психическое тело то дальше уже в следующую жизнь прощаюсь от всех вокзалов поезда в дальние края вот понятна система и что такое стресс если человек для человека жил а тут ушел из жизни возникает пустота внутри чувство что я не знаю чем не делать как не жить я не могу без тебя я хочу быть с тобой это стресс означает что цель жизни выбраны неправильно человек должен жить для бога я люблю господа а тебя люблю ради него вот это правильно ради господа любить человека значит какая любой верная любовь богу нравится когда мы изменяем нет нет если ради бога люблю значит я буду верно любить буду заботиться о тебе буду тебе служить буду делать Делать тебя счастливым, чтобы Богу нравилось, как я себя с тобой веду. Вот это правильная любовь. Это любовь служения, любовь верности, а не любовь вера, ожидания и желания себе. Итак, психическое тело имеет психические каналы, которые питают грубое тело. Они на санскрите называются шротасы. Это такие каналы психические, которые оболакивают каждый орган, каждый сосудик. И эти шротасы, они существуют раньше, чем появляется грубое тело. Вот маленький ребенок, когда яйцеклетка с сперматозоидом соединяется, то когда душа вместе с тонким телом, психическим телом попадает в яйцеклетку, то в этот момент сразу же все психическое тело начинает активно существовать. И вот эта яйцеклетка, она как формируется? В этом психическом теле есть каналы специальные, которые вдоль этих каналов формируются, растут клетки. Вот, допустим, нервная трубка формируется сразу в нескольких местах. И это все потом соединяется, как по чертежу. Так же сосуды закладываются в разных местах, потом соединяются. Вот так формируется грубое тело на основе шротасов, вот этого чертежа психического тела. Понимаете? Запомнили, что есть шротасы, которые соединены с грубым телом. И есть второй вид психических каналов, который связывает нас с этим миром. И вообще это более тонкие и основные психические каналы, они называются на санскрите «нади». Ну как «надя», только во множественном числе. «Нади». Например, центральный канал, который связан с энергией вечности, вдоль позвоночника идет. Потому что позвоночник – дерево жизни. Он связывает нас с центральным каналом, самым главным каналом психическим в человеческом теле. Называется на санскрите этот канал «сушумна». И этот психический канал, по нему течет энергия вечности. И когда человек хочет жить, он делает вдох. И во время этого вдоха у него воздух идет в легкие, это материальная энергия, да? А психическая энергия через чакры заходит. Есть семь чакр психических, это преобразователи энергии. И психическая энергия тоже заходит в психическое тело и начинает двигаться по «нади», по этим каналам психическим. И справа, и с левой стороны еще два основных канала. С левой стороны «ида», «нади», этот канал, по которому течет энергия любви. И он у женщин три раза сильнее, чем у мужчин работает. С левой стороны. А с правой стороны «пингала», «нади», канал, по которому идет энергия знания. И она у мужчин три раза сильнее, чем у женщин. И энергия любви, она соединена сильно с личной жизнью. А энергия знаний с деятельностью сильно соединена. Поэтому мужчинам легче в работе, а женщинам легче в личной жизни. И ценность у женщин больше в личной жизни, а у мужчин ценность в деятельности больше. Хотя и у женщин есть работа, и у мужчин есть личная жизнь, но энергетическая разница колоссальна в этих энергиях, у женщин и у мужчин. Поэтому если посмотреть, как любовь действует, не кто кого любит, а как действует любовь. Вот мужчина смотрит на женщину. А женщина что делает? Она смотрит, как на нее смотрит. Она принимает взгляд. Она принимает взгляд и смотрит, оценивает. Мое не мое. То есть женщина источник энергии любви. Она оценит, она принимает взгляд. Она может отдавать любовь, не отдавать. Она или закрывает краник, или открывает. А мужчина, он ищет любовь. А женщина, она дает. Дающая. Дающая. Не то же самое в семье, допустим. Семья – это личная жизнь, да? Кто наполняет энергией квартиру? Женщина. Женщина наполняет энергией квартиру. Штурки не флажками же и не пистолетиками, а цветочками. Кроваткой цветочками. Все мягко, нежные тона такие. Обои цветочками. Пистолетиков нигде нет. Вот, все цветочками. Красиво все. Да, женская энергия в доме. Женщина наполняет настроением всех родственников. Если, допустим, у мужа плохое настроение, жена будет к нему подходить и говорит, что у тебя плохое настроение? Она будет подальше от него на пороге держаться. А если у жены плохое настроение, мужчина приходит и говорит, что такое? Чего с тобой? Она говорит, я тебя трогаю. У женщины плохое настроение, у мужа плохое настроение, у детей плохое настроение, у собачки плохое настроение, у тараканов тоже плохое настроение. Потому что она наполняет энергией всех. Женщина. Поэтому она так сильно расходует свое настроение. Поэтому женщине часто из дома хочется куда-нибудь убежать, к подружкам, на работу, на природу, на лекцию, посидеть, послушать, наполниться настроением. Ем. Вот мужчина из пищи что берет? Силу берет. Поэтому он жрет. Но надо много есть. А женщина что берет? Вкус. Вкус берет, любовь. Она поэтому... Вот так женщину кушает. Не пробует. Мы когда с женой вместе садимся кушать, она сначала в мою тарелку смотрит. Потому что я все равно все сожру. А вкусненькое надо, чтобы ей было. А у женщины вкусненькое часто меняется. Она даже не знает, что именно вкусненькое. Ей надо посмотреть сначала, попробовать. И она быстрее, как только увидит что-то вкусненькое, быстрее у меня все забирает. Пока я не сожрал. Знакомая ситуация? Одинаково. Одинаково. Везде все одинаково. Везде все одинаково. Видите? Энергия любви, энергия знаний, энергия силы. Знания сила. Любовь это счастье. Знания сила, любовь, счастье. Энергия вечности у кого, кто больше хочет жить? Мужчины или женщины? Женщины. Я только знал. Все одинаково. Все хотят жить. Женщины говорят, да, женщины больше. Дольше живут, это другое дело уже. А хотят жить все одинаково. То есть, энергия вечности не имеет полового признака. Когда душа в психическом теле хочет победы над судьбой, хочет во всем разобраться, что за фигня вообще. Хочет преодолеть трудности, хочет, чтобы сила была, чтобы все классно было в жизни. Чтобы победить судьбу. В каком теле рождается душа? В мужском. А если душа хочет счастья, любви, нежности, красоты, доброты, ласки, внимания, заботы. В каком теле рождается? В каком теле рождается? Поэтому не то, что дурканули хромосомы, как бы и получилось вот так вот. Понимаете, хромосомы, когда соединяются, они выстраиваются в соответствии с желанием души. Поэтому душа решает, в какое тело будет, женское или мужское, а не комбинация, там, какая-то случайная хромосома. Понимаете? Понятно или нет? Да, да, да. Нет, все немножко не так. Это вы копаете глубже уже. Просто есть два психических слоя у человека. Есть слой поведения, а есть слой характера. Слой характера внутренний, а слой поведения наружний. Два слоя у человека есть, наружний и внутренний. И у мужчины сильный слой поведения, очень сильный. А у женщины сильный слой характера. И когда женщина живет неправильно, она истощает свой слой поведения, и у нее остается только слой характера. И поэтому она становится сильной такой, категоричной, жесткой. Когда мужчина неправильно живет, у него слой поведения очень сильный, а слой характера мягкий такой, покладистый. У мужчины характер меняется, он покладистый. Поэтому нужно с помощью любви мужчине проникать внутренне, в слой характера. Надо всегда взаимодействовать с человеком, с его слабой частью психики. Ну то есть у женщины слабый наружний слой. Она поэтому очень мягкая, податливая в поведении, приспосабливается, перестраивается легко. Но характер у ней непреклонный, твердый и сильный, не сдвигаемый, фундаментальный. А у мужчины наоборот поведение не сдвигаемое, сильное, фундаментальное, а характер мягкий, подвижный. И женщина должна очень глубоко к мужчине относиться сразу, с помощью любви проникать глубже в него и взаимодействовать только с характером. А мужчина должен с женщиной взаимодействовать, наоборот, снаружи, только с поведением, не лезть в характер ей. Мужчина должен аккуратно с женщиной обращаться, не сильно как бы докапываться ей туда, не лезть. А женщина наоборот должна глубже с мужчиной. Ты мой хороший, там все. Вот когда, как определить, что я прав? В некоторых состояниях оголяется внутренний психический слой. Когда человек поел, когда человек ест, он оголяется. Вот, допустим, мужчина, когда ест, у него поведение уходит, остается характер. И он, когда ест, можно сесть рядом, его приобнять, его кормить с ложечки, он такой ням-ням. Становится такой хороший в это время. Можно его обнимать в это время, кормить, что хочешь с ним делать, он становится такой хороший, послушный, классный. Когда женщина ест, она вообще хочет, чтобы вообще все отошли, чтобы она была одна. Она ест, и как бы, не дай бог, кто-то рядом будет вообще. Ей все мешают. Поэтому она сначала всех накормит, потом сама тихо ест, чтобы никто не трогал ее. Мне, когда оголяется характер, он становится... Когда человек ложится спать, мужчина ложится спать, можно сесть, глядем, его погладить. Он такой, мя-мя-мя, хороший, становится, добрый. Женщина, когда ложится спать, мя-мя-мя, ее лучше не трогать в это время. Она такая, как... Так? Сон и еда, но еще... Оглазительный список. Еще оглазительный список. Я записываю. Ну ладно. Хорошо. В детском возрасте. Девочка такая... Там... До трех лет. Дерется там. Мальчик тут... Вот. Знакомая ситуация? Мальчик такой... Девочка... Так? Боебой такой характер. Она такая... Мальчик. Вот. Теперь в возрасте... Женщины, бабки такие особые формы жизни такие... Дедушка такой... Так? Дедушки одуванчики, бабушки... Тигрята, да? Бабушки тигрята, дедушки одуванчики. Понятно? Поэтому в соответствии с этим и когда у женщины деградация идет, то она становится очень грубой, жесткой. Потому что деградация означает истощение слоя поведения. Когда у мужчины деградация идет, то она становится мягким таким, податным. Пьяница такой. Понятно? Вот отсюда это возникает. И есть три стадии деградации. Первая стадия деградации, это когда у мужчины появляются мужские недостатки. У женщины женские. Женские недостатки, это какие? Обидчивость, ранимость, суетливость, лень. Естественно, женские недостатки. Суетливость, беспокойство ума, мнительность, тревожность. Естественно, женские недостатки. У мужчины грубость, неряшливость, упертость, жесткость, категоричность, похотливость и так далее. Естественно, мужские недостатки. Вторая стадия деградации, истощение наружного слоя уже начинается серьезно. На второй стадии деградации у женщины появляются мужские недостатки. Грубость, категоричность, жесткость, упертость. У мужчины женские недостатки. Обидчивость, лень, ранимость, суетливость. И третья стадия деградации, когда мужчина не может переносить женщин. И у него формируется однополое восприятие мира. Я недавно консультировал одного мужчину. У него блок энергии знания настолько жесткий, возник в самых глубинах психики, когда человек воспринимает мир. Глубина психики – это восприятие мира. У него возник блок статического напряжения, или энергии знания, или сильная чувствительность возникла. И она пошла у него в личную жизнь в возрасте 15 лет. И когда у человека формируется половое желание, и у него из-за этой сильной чувствительности к женщинам появилась непереносимость. Ему тяжело было даже смотреть на них. И у него половое желание никуда не денешь. И оно начало формироваться в сторону мужского, может, по мужскому типу. Это гомосексуализм уже пошел. И он, когда это понял, он начал делать статические упражнения, начал в воде стоять, начал энергию знаний, блок пробивать у себя. И у него это все, у него же разворачивался этот блок. Я ему описал, как он разворачивался. Не только на женщин, потом вообще на людей. Он и мужчин уже многих перестал переносить. И он уже начал консультацию, взял у меня, потому что уже не знает, что делать. Не знает, куда дальше жить, потому что у него все, как бы уже мир сузился до нескольких человек. Вот. И он статические упражнения, вода. Когда у человека блок такой, то ему очень трудно не двигаться, трудно быть с водой. Он вообще воду боялся уже к этому времени. И я начал говорить, как ему надо. И он начал это делать, и все пошло разворачиваться в обратную сторону. Сначала мужчины нормально со всеми мужчинами, потом женщины многие начали подходить. И постепенно, постепенно, постепенно все начало восстанавливаться. Вот вам и женщины как мужчины, мужчины как женщины, и все остальное. Продолжение следует...